Этого таланта уже сравнивают с Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом в баскетболе. Подписаться на его профиль рекомендует восхищенный силой парня сам Джон Сина. У него контракт с Рибок и съемки в рекламных роликах компании. Но сам Си Джей Камминг скромно уверяет, что хоть и польщен признанием, но его интересуют только тренировки и прогресс. Подробнее о восходящей звезде тяжелой атлетики из Соединенных Штатов через несколько секунд. После выпуска о Йейсоне Лопесе, юном рекордсмене из Колумбии в категории до 77 кило, я получил немало просьб продолжить освещать направление тяжелой атлетики. Почему нет? И наш сегодняшний герой еще младше и легче Лопеса, но уже удерживает рекорды на национальном и мировом уровне. Кларенс или Си Джей Каммингс пришел в тяжелую атлетику в 10 лет и на первых соревнованиях выступил спустя всего 6 недель, как переступил порог тренировочного зала. В 11 лет он стал самым молодым атлетом, которому удалось столкнуть два своих веса. Это была штанга весом 200 фунтов или почти 91 килограмм. Спустя еще два года Си Джей записал на свой счет первый национальный рекорд, а на данный момент в свои 16 этих рекордов у него уже 30. Не забудем и о достижениях на мировом уровне. В июне прошлого года Кларенс собрал рекордную для категории юноши до 69 кило сумму в 317 килограммов, а в октябре обновил рекорд в толчке – 183 кило. Впрочем, со стороны все эти показатели не передают реальный потенциал Си Джея. Специалисты описывают его феномен, как если бы старшеклассник вдруг стал самым результативным в матче НБА. Каминг совсем молод, но уже стал первым мужчиной-американцем обладателем мирового рекорда в тяжелой атлетике за почти 50 лет. Причин тому несколько. Конечно, он генетически одарен, рано пришел в спорт и за счет активного юного мозга быстро освоил технику движений, а мощная нервная система позволяет ему уже на данном этапе карьеры фиксировать запредельные для его категории веса. Тренеры американской сборной прочат Си Джею большое будущее и заранее заботятся о его спортивном долголетии. Ведется планомерная работа над техникой, отслеживаются показатели здоровья, юный атлет соблюдает диету. Все эти факторы должны обеспечить рекордсмену долгую карьеру и прогресс в результатах. Что касается силовых показателей Кларенса, о мировых рекордах я уже упомянул, а на этих видео с тренировок он выполняет толчок 163 кг с, обращу ваше внимание, 8-секундным удержанием в нижней точке, удерживает 280 кг стоя и выполняет фронтальные приседания на 170, 190, 201 и 222 кг на 2 повторения в конце тренировки. Собственный вес помним, да? Впечатляет! Рекордной суммы Каммингса уже хватило бы, чтобы не потеряться на прошлогодних Олимпийских играх в Рио, но в то же время для медали ее оказалось бы недостаточно. Впрочем, время работает на СиДжея. Его цель – Олимпиада в Токио в 2020-м, и на плечах 16-летнего парня уже значительная ответственность. Шанс спустя несколько лет прервать этап сборной США без Олимпийских медалей в тяжелой атлетике длиной уже 32 года. Но сам Каммингс не спешит с прогнозами. Он не так давно закончил школу в Бьюфорте, поступил в колледж и каждый день после занятий отправляется в зал, чтобы за два с лишним часа тренировок стать еще на шаг ближе к своей Олимпийской мечте. На этом у меня на сегодня все. Ссылки на профили СиДжея вы найдете в описании к видео. Материал для вас, как всегда, подготовил Андрей Луценко. Надеюсь, вам по душе новая тематика эпизодов на G.O.B. Channel. Делитесь мнением о Каммингсе в комментариях. Если понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Впереди новые выпуски о силовых видах спорта и не только.